здравствуйте дорогие друзья в этом видео я бы хотел осветить плюсы и минусы автомобиля волга или газ 3110 я пользуюсь этим автомобилем уже семь лет и прошел через все круги ада если можно так выразиться и сейчас я вам поведаю сначала минусы а потом плюсы и если вдруг вы решите покупать этот автомобиль то посмотрите конечно мое видео и потом уже решайте для себя я буду говорить те именно от себя свое мнение и ваше мнение может быть другое давайте начнем с минусов минусы это расход наверное самая больная тема волги расход 406 двигатель жрет неимоверное количество бензина двухлитровый там есть разные есть два и два но у меня два литра жрет много в поселке в городе литров 12 минимум будьте готовьте выкинуть на 100 километров а то и больше если вы любите быструю езду потому что двигатель высокооборотистый любите притопить да он притапливает он едет он едет уверенно особенно если хороший бензин то будьте готовы пятнашку на соточку положить за бензин с шумоизоляциям шумоизоляция это очень такой специфический вопрос потому что даже в иномарках хреновая шумоизоляция в некоторых но сейчас речь о волге волге очень плохая шумоизоляция я свой автомобиль не шумил у меня все родное все гудит по дороге по трассе едете звук очень хорошо слышен всего если долго едете где-то в одну сторону 400 километров устаете от езды устаете не сравните даже с какой-нибудь там иномарочкой даже не знаю не серьезненькой старенькой даже ауди давайте восьмидесяточку возьмем вот с ней если сравнивать она по шумке будет намного лучше если даже стоковая поэтому тут уж с шумкой проблемы но как бы это не сильно так можно это подшумить это дело как бы минус не прям колоссальный исправимый управляемость этого автомобиля тут вот сейчас много людей начнут говорить нет волга управляется она уверенно давайте не будем опустим все эти байки я переделал ходовку полностью наверное года четыре назад но как переделал капитальный ремонт основательный я все что можно было поменял все и в довесок новая резина развал схождения все было сделано под ягодку но после 140 километров в час езды скорость естественно машина чувствует дорогу не очень уверенно хотелось бы вам сказать и уже дальше ехать на ней опасно до 120 это сказка все хорошо все прекрасно дорогу держит замечательно смотря какая дорога но свыше 140 все это конечно алис лучше хотя она едет и 180 проверено даже разгонял до 190 но уже страшно с такими скоростями на волге как-то страшновато далее климат-контроль климат-контроль это я обозвал печку зимой не знаю я читал разные форумы люди писали что у них печка просто от греет она зимой они в майке ездят не знаю если вам попалась такая волга 3110 то я за вас просто рад я поставил дополнительную помпу чтобы гонялась сильнее тосол я думаю многие автолюбители знают что это такое но даже с этой штукой зимой холодно ну как холодно пока машина работает либо она стоит либо она едет не важно в машине тепло не в майке но будет тепло если же кстати если вы непрерывно едете по трассе 100 километров 90 80 в час не важно машина находится в движении и радиаторная решетка у вас закрыта то будет замечательно в майке может быть даже сможете поехать но если стоит дополнительная помпа а в остальном в машине холодно если вы заглушили автомобиль буквально пять минут в машине ледник но это может быть потому что у меня машина не прошумленная не утеплена дополнительно если это все сделать тогда будет намного лучше но я этого не делал тут возьмите себе на заметку если вы купите будьте готовы дальше цена запчастей цена запчастей это очень-очень дорогие запчасти на автомобиль волга потому что это газ понимаете когда ты приходишь в магазин и смотришь что на volkswagen помпа стоит 900 рублей 900 рублей помпа на фолькс а на твою машину 1900 ты начинаешь задумываться кого хрена в фолькс намного лучше контроль лучше автомобиля на дороге лучше комфорта в нем меньше расход ну короче много очень плюсов но помпа стоит дешевле и так касается практически всех запчастей понимаете даже грубо говоря дурацкие фильтры бензиновый фильтр 300 рублей масляный фильтр 320 рублей фильтр маленький который идет в багажник в бак стоит 180 рублей посчитайте ни хрена себе на одних фильтрах воздушный фильтр вообще по моему там цена у него безбашенная по моему 500 или 600 рублей стоит но слава богу его не надо менять каждый раз я не знаю откуда берутся такие цены но запчасти на волгу дорого поэтому если покупаете будьте готовы запчасти стоят дорого повышенное внимание это еще один минус шестое повышенное внимание это как сказать машина это любит внимание есть машины которые вообще не любят внимание ну как любят на любую машину нужно тратить время нужно просматривать и и наблюдать но эта ласточка крошка малышка она любит чтобы вы постоянно за ним следили где-то что-то подтекло вы не вы должны это увидеть устранить вы услышали какой-то стук непонятный вы должны его определить и должны его устранить исправить это дело эта машина любит внимание они любят как она любит когда они заботятся если вы будете просто возить свою задницу и ни на что не обращать внимание на вас будет постоянно ломаться постоянно и вы будете говорить вот вот эта машина говно на постоянно ломается это здесь не так это здесь не так вот такая хрень минусы у нас в принципе закончили шесть минусов плюсы я выбрал пять штук это внешний вид автомобиля согласитесь внешний вид замечательный мне нравится как именно волга смотрится грозный такой вид у нее даже если машина у меня 2001 года выпуска в 2001 году это была бомба не знаю мне очень нравится двадцать четверка мне даже двадцать четверка вот не так сильно нравится как 3110 вот вид великолепный вот нравится мне как машина смотрится замечательно много места в автомобиле это второй плюс нету такого чтобы расход был маленький и место было до хрена прям сумасшедше много поэтому туда места много можно наложить до хрена всего и поехали перевозите ну то есть замечательно это мне очень нравится наверное это один из плюсов почему я выбрал этот автомобиль еще можно сказать я выделил высокий клиренс автомобиль высокий если вдруг вы говорите что вы где-то там что-то цепляете или там я не знаю полицейские какие-то то срочно я вам советую меняйте полностью все свои резинки на всех рессорах меняйте перебирайте ходовьё подушки все меняйте машина у вас вверх поднимется на небывалый уровень я имею ввиду по клиренсу и вы сможете проехать везде практически везде это конечно не танк но я даже проезжал в такие места я езжу на рыбалке часто и в такие колья дебри заезжал но проезжал поэтому клиренс у машины высокий тут бояться нечего надежность многие сейчас наверное заплюются на меня скажут что ой волга это такой автомобиль далеко ехать нельзя ненадежный нет дорогие друзья автомобиль этот достаточно надежный я за 7 лет использования ни разу не попадал в ситуацию чтобы он меня вот до дома не довез вот честно вам скажу не было но конечно я за ним слежу я ухаживаю я проверяю я подкручиваю подмазываю то есть я за ним слежу но не было еще ни разу у меня было даже такое что мне надо было до дому доехать на километров где-то 40-50 оставалось и у меня в тасол в движок пошел прокладка прогорела это было как раз перед новым годом блин и вот что делать что делать никто забрать не смог друзья были все заняты или говорили что заняты пришлось ехать своим ходом машина доехала многие часа и да это фигня да там что там можно было сотку проехать нам можно было и сотку может быть проехать но только же двигатель вы понимаете да что там масло вместе с тасолом это все там внутри лупасит это может все там повыдавливать короче не буду объяснять это ужас но машин меня машина меня до дому довезла и она молодец она умничка это была зима я же говорю это было перед новым годом холодно было она справилась я просто вот поехал на рыбалку когда сгорела у меня в генераторе там есть такая микросхемка не помню как она называется она отвечает за зарядку и у меня резко начал заряжаться аккумулятор нагревается и генератор безумный аккумулятор пришлось я до рыбалки ну до пруда так и не доехал пришлось возвращаться до дома потихонечку останавливаться ехать но опять же говорю машина меня до дома довезла было все нормально в остальном больше ничего тьфу тьфу чтоб не сглазить она мне такого не принесла знаете что вот она где-то там сломалась я стоял и еще что то нет она меня всегда довозила домой я но я не скажу что это мотаюсь за 600 километров в одну сторону нет я езжу 200 там 250 100 150 ну то есть до 300 вот так ну может быть там надо чуть больше все но за это время машина у меня не подводила поэтому надежность волги могу сто процентов рекомендовать но только если вы следите за автомобилем вы его холите лелеете и наблюдаете за ним грузоподъемность еще один плюс 5 грузоподъемность это очень хороший момент в волге она как выразиться правильно автомобиль который можно много чего погрузить где-то наверное она выдержит если вы в багажник нагрузите в 800 900 килограмм я думаю на выдержит и вы спокойно доедете она конечно очень сильно присядет но вы доедете если вы еще усилить и рессоры именно на время перевозки кого-то серьезного груза то то есть докинете еще одну пластину на одну и на другую сторону можно еще больше грузить но только смотрите это внесение изменения в стандартную конструкцию автомобиля и может быть это повлечет какие-то за собой противоречивые там действия возможно но там будет неустойчивая на дороге без груза потому что когда зад не нагружен она ну она все равно как-то вот но она не так уверенность чувствует но когда чуть-чуть пригрузить килограммчиков там соточку в багажник кинуть были на эта песня машина едет она стелется по дороге класс вот в принципе вот это и все давайте быстренько пробежимся первый минус это у нас повышенное внимание автомобиля второе то у нас расход третья шумоизоляция четвертое это управляемость 5 это у нас климат-контроль то есть холодно зимой 6 это у нас на запчастей это минусы 6 штук тут же плюс у нас это внешний вид автомобиля потом большое свободное место высокий клиренс надежность автомобиля потому что никогда меня не подводил и грузоподъемность поэтому дорогие друзья если вы хотите купить этот автомобиль вам обязательно нужно понимать вы должны его любить вы должны за ним следить холите лелеете его я вам осветил все минусы которые есть в этом автомобиле по моему мнению естественно если вы нашли какие-то другие или думаете что есть еще более глубокие минусы то конечно же прошу осветите в комментариях я буду этому рад и люди которые посмотрят тоже подумают стоит ли покупать или не стоит данный автомобиль всем огромное спасибо и всем пока